Просим Аллаху Субхану Ва Та'ля, благодарим Аллаху Субхану Ва Та'ля то, что дал нам возможность вместе собраться в самые лучшие своих дней, в пятничный день, в самом мною лучшем месте в доме Аллаху Субхану Ва Та'ля. Просим Аллаху Субхану Ва Та'ля, чтобы принял наше дуа, наше поклонение. И так как Аллах Субхану Ва Та'ля нас вместе собрал в этой дуне на поклонение Аллаху Субхану Ва Та'ля, чтобы вместе собрал в Ахирате, в своем дженна, дженнатульфирдаус, с нашими родителями, близкими, с пророками, шахидами. с праведниками и как прекрасно это соседство. Приводится в Муснад Ахмад от пророка Мухаммада то, что пророк Мухаммад восхищался позитивом, оптимизмом и ненавидел плохие предположения, плохие мысли. То есть в любых ситуациях пророк Мухаммад всегда хорошо думал об Аллахе. И вся жизнь посланника Аллаха было испытание. Как сказал пророк Мухаммад, если кого-то Аллах в этой жизни не испытывает, то пусть посмотрит на мою жизнь. Поистине Аллах меня больше всех испытал. И больше всех Аллах испытывает пророков, потом праведников и потом кто ближе и ближе к ним, сказал пророк Мухаммад. Поэтому это одна из основ нашей акиды, уважаемые братья. Всегда думать хорошо об Аллахе при любых ситуациях. В хадисе в Бухарии муслим приводится, в хадисе в Кудсе, где сказал Аллах, Я таков, как обо мне думает мой раб, сказал Аллах. В другом ревейте приводится Пускай тогда мой раб думает обо мне, что пожелает. То есть если человек думает об Аллахе хорошо, то, что Аллах даст нам барака, то, что Аллах даст, то, что просит у Аллаха его раб, то Аллах будет для него таковым. Аллах в Коране сказал То, кто полагается на Аллаху, то он достаточно для него, сказал. Поэтому Аллах любит, когда о нем думают люди хорошо. Аллах любит, когда человек настроен на фааль, то есть у него есть позитив, то, что Аллах при той или иной ситуации даст ему свою помощь, то, что Аллах его не оставит. Почему вот об этом мы сегодня заговорили? Потому что каждый день, сегодняшний день, видишь, как люди все живут в таком негативе и забывают об основной, об той основной вещи, которую нам приказывает Аллах, связывать наши сердца с Аллахом. Человек, субханаллах, не полагается на Аллаху. Человек начинает плохо думать о Всевышнем Аллахе. Например, когда бывают пожилые люди, там живет он один в своей комнате или в своей квартире. Субханаллах, как я тут буду жить один? А если я умру? Кто меня похоронит? Кому я нужен? Как, субханаллах. То есть и плохо начинает думать об Аллахе. Субханаллах, в этот момент он теряет основную руку, именно столб нашей акиды, именно полагаться на Аллаху, субханаллах, и хорошо думать об Аллахе. Поэтому даже на сегодняшний день человек бывает в панике, он в себе несет некий такой негатив, вселяет этот негатив в свое сердце, забывает об Аллахе, субханаллах, начинает плохо думать об Аллахе, субханаллах, и этот негатив распространяет среди людей. На сегодняшний день каждый второй стал аналитиком, каждый второй стал политиком и так далее. Но мы в этот момент, субханаллах, мало поклоняемся Аллаху, субханаллах, мало связываем сердца с Аллахом, субханаллах. Поэтому шайтан, он хочет, чтобы человек впустил в свое сердце негатив. Шайтан хочет от человека, чтобы он плохо думал об Аллахе, субханаллах. А верующий человек, он говорит, я думаю об Аллахе, субханаллах, хорошо, все будет хорошо. что Аллах, Субхану ва Тааля, меня не оставит в такой или иной ситуации. Аллах, Субхану ва Тааля, меня не унизит. Аллах, Субхану ва Тааля, не унизит моих близких, моих родственников. Именно нужно связать, именно во времена испытания, нужно еще больше связывать сердца с Аллахом, Субхану ва Тааля, и поминать почаще Аллаху, Субхану ва Тааля. Аллах, Субхану ва Тааля, в Коране сказал, «Услышьте, говорит Субхану ва Тааля, услышьте, когда человек вспоминает об Аллахе, его сердце успокаивается. Пророк Мухаммад, как приводится в Бухарии, то, что Пророк Мухаммад обращался с сахабами и говорил Просите Аллаху покаяния и делайте истегфар Я в день прошу Аллаху 70 раз истегфар. В другом риваете сказано 100 раз. В другом риваете сказано больше 100 раз. То есть сахабы слышали, как Пророк Мухаммад произносил больше 100 раз Это тот человек, которому Аллах просил все грехи. Аллах просил тебе все, что было и все, что будет. Несмотря на это, он связывал всегда свое сердце с Аллахом и его жизнь была переполнена испытанием. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям. Я бы хотел сделать такое самому себе и всем нам связывать наши сердца с Аллахом не думать об Аллахе плохо, то, что Аллах субхану алейхи вассалям даст кого-то из нас унизить, или Аллах субхану алейхи будет что-то плохо, некий негатив себе нести, негатив распространять. Именно связать сердца с Аллахом субхану алейхи вассалям. Это одна из основ положения акиды. Хорошо думать об Аллахе субхану алейхи при любой ситуации. Поэтому всегда помню то, что Аллах субхану алейхи вассалям сказал «Я таков, как обо мне думает мой раб». Побольше в это время уделять время не просто так на ненужные разговоры, на негатив, в себе, в сердце вселять его. А сердца это как сосуды, братья. Оно должно чем-то быть заполнено. Наши сердца должны быть заполнены зикром Аллаху субхану алейхи вассалям, поминанием Аллаху субхану алейхи вассалям, богобоязненностью, любви по отношению к Аллаху субхану алейхи вассалям, знаниями полезными, которыми мы приносим в этой жизни себе, близким, альхамду лля, и принесет нам больше уделять внимания нашим детям, нашим, альхамду лля, супругам, нашим братьям. И, альхамду лля, делать дуа и полагаться на Аллаху субхану алейху субхану альхи вассалям. То, кто полагается на Аллаху субхану алейху, Аллах, достаточно для него, и проводить время тем, что принесет реальную пользу в этой жизни.